Возможностью выбраться из вольера в день, когда кипер сектора зоопарка не до конца закрыл дверь, воспользовался павиан Жорик. Он проверил замок, открыл его и выпустил остальных обезьян на прогулку. Чтобы поймать сбежавшего вожака стаи и еще двоих павианов, пришлось вызывать спасателей, полицию и ветеринаров муниципального центра экобезопасности. Поймать всех беглецов смогли только через два часа с помощью транквилизаторов. По словам директора зоопарка, животным сразу завели антидот и они чувствуют себя хорошо. Слава богу, что мы смогли очень быстро поймать вожака, потому что он самый опасный. Наши ветеринарные врачи сработали довольно так оперативно и все три обезьяны были усыплены дротиками. Обезьяны сделали вид, что ничего не было. Они как бы этого и не заметили. Они в тот же день уже вели себя так, как будто ничего не случилось. Хотя они, конечно, тоже определенные средства испытали, но для них это прошло очень легко и для них никаких последствий нет. Оперативно среагировать на побег непредсказуемых павианов из зоопарка необходимость. На днях зверинец пополнился еще одним постояльцем. Речь в первую очередь идет о реабилитации. Несколько дней назад одесский зоопарк пополнился хищные птицы из семейства ястребиных, к конюкам обыкновенным. Истощенную птицу изъяли у зообизнесменов на Приморском бульваре активисты и полиция. Сейчас состояние птицы удовлетворительно, пока она под наблюдением специалистов зоопарка. Ну а потом, когда конюк окрепнет, его выпустят на свободу. Она несколько ослаблена, она истощена и у нее были небольшие отклонения в работе пищеварительной системы. Это все связано, видимо, со стрессом, который она постоянно испытывала. И, возможно, было неправильное питание. Она изъята, скорее всего, с воли. По ней видно, что... Это молодой, кстати, самец, он этого года. И был изъят он где-то из гнезда в дикой природе. У него есть признаки, которые говорят о том, что он жил там пару месяцев в неволе, в тесной клетке. И то, что его там передавали с рук в руки. То есть у него там потертое оперение, это видно. И вот эта вот застрессованность, все это сказывается, конечно, в состоянии птицы. С начала нового фотосезона полиция составила 22 административных протокола, предусмотренных статьей 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. И таких уличных предпринимателей могли бы штрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Но ни один суд пока не доказал виновность эксплуататоров, и они продолжают издеваться над беззащитными животными.